Вместе с учителем французского и английского Анисой Буден в класс вошла лёгкость, улыбки и изящество. Педагог из Тульской области с первых минут расположила к себе волгоградских школьников, и они ловили каждое её слово. Конкурсный урок идёт 35 минут. Затем ещё 10 педагоги отвечают на вопросы экспертов. В каждую группу жюри входит по 9 человек, среди которых обязательно есть учитель-предметник, а также профессионал в области педагогической психологии. Все участники и жюри конкурса – настоящие фанаты своего предмета и педагогической профессии. У нас в семье педагогическая династия, я учитель уже в четвёртом поколении, хотя моё первое образование не педагогическое, но оканчивая университет, академию, в которой я учился, я понимал, что хочу этим заниматься. Мне это всегда нравилось, и сразу после вуза я начал преподавать в университете, и уже более 8 лет, уже почти 9 лет занимаюсь преподаванием. Пока жюри выставляют учителям баллы, волгоградские школьники, которые помогали финалистам проекта пройти конкурсное испытание, выносят свой вердикт. Да, чудесный урок. Очень интересно познакомиться с новыми учителями. Без всяких ошибок, где-то запятую поставить – это прекрасно. Урок мне понравился, всё хорошо было. На высшем уровне всё прекрасно. Сами участники и жюри всероссийского конкурса благодарят волгоградцев как принимающую сторону за гостеприимство. В Волгограде этот конкурс проходит на самом высоком уровне. Меня радует и даже восхищает организация этого мероприятия. Я уже успел почувствовать и на себе волгоградское гостеприимство, и мне очень понравились первые уроки, которые здесь увидел. Так же, как и эта замечательная школа, я искренне рад, что наши дети, подрастающие поколения, могут учиться и получать образование в таких прекрасных условиях. Мне самому хочется стать ребёнком и учиться в этой школе. Ксения Бедросьян, Екатерина Донцова, Марина Романова, Максим Мещеряков, Волгоградская правда, телеканал Волгоград-1.